добрый день уважаемые любители рыбалки сегодня мы с вами свяжем макушатник с коромыслом для этого берем леску диаметром 0,8 для макушатников обычно применяется леска большого диаметра для того чтобы она меньше резалась об ракушке на стирание она лучше жесткая делаем петельку вырезаем надеваем грузик обретите внимание на грузик вот эта форма грузила очень хорошо держит дно дальше одеваем макуху делаем 4-5 узелков затягиваем оставляем хвостик где-то сантиметра полтора это для того чтобы было легче просовывать этот хвостик макуху и надеваем нашу клипсу с двумя крючками с двумя поводками вот такая у нас получается конструкция еще раз напомню как мы делали вот эту клипсу берем проволоку диаметром 0,8 круглого опциями формируем маленькую петельку дальше разводим 4-5 узелков петелька для поводков для не для поводков это петелька для удобства работать с клипс термоусадочки кусочек петелька для поводка Рыжигаем ее в ржигалке. Так же со второй стороны теперь поводок. Так же со второй стороны. Так же со второй стороны. Здесь составляю кончик. И его потом распушиваю. Получается дополнительная замануха для рыбы. Удеваем один поводок. Удеваем второй поводок. Получается у нас вот такой макушатник. Макушатник с коромыслом. Вот такая конструкция. Обратили внимание на макуху. Это кукурузная макуха с клубникой. Очень классно, кстати, работает. Перед забросом, перед тем, как я бросаю макушатник, сюда налеплю кашу. И укашу такие крючочки. Раз. И два. При забросе они, получается, не перепутаются между собой, а точно к месту доносятся так, как положено. Вот и всё. Будьте здоровы.